Привет, мобили и геймеры! С вами Flickr, и это по-прежнему Need for Speed No Limits, и сегодня я начну проходить третье событие последнего обновления игры, где мы прокатимся как раз на Hennessey Venom F5. Эту тачку нужно забрать каждому, особенно новичкам, которые достигли хотя бы пятого уровня учетной записи. Дело в том, что на пятом уровне у вас как раз открывается режим событий, и вы сможете забрать хорошую тачку, которая относится к классу гиперкаров. Ну что ж, а сейчас перед вами еще один представитель классов гиперкаров, это Lamborghini Sesta Elemento, которые я забрал буквально недавно. Как вы уже заметили, я только четыре детали прокачал до эпических, остальные две, это движок и эбу, не получилось прокачать, потому что не попадались комплекты в магазине за кредиты. Что ж, точила вся в карбоне, и если мы зайдем в магазин тюнинга, сейчас я вам просто продемонстрирую, что с ней в принципе ничего нельзя сделать, потому что все закрыто карбоном. То есть, смотрите, мы переключаемся в корпус, допустим, и меняем цвет. Как вы уже заметили, цвет меняется не всей тачке, потому что она вся в карбоне, а только отдельных участков. Ну давайте вот салатовый оставим, и можно, наверное, диски тоже... Ха-ха-ха, огонь! Диски, короче, тоже как ни красть, они всегда будут черного цвета. Вот такой вот эксклюзивчик у нас в игре, который особо нельзя протюнинговать. Но я надеюсь, Firemancus не зря проводили опрос среди игроков о том, что вы хотите увидеть в грядущих обновлениях, которые выйдут уже в 2021 году. Как, кстати, вы готовитесь к празднованию нового года? Какие у вас планы? Я, как всегда, отмечу достаточно скромно. Подарков в этом году я себе никаких делать не буду. По поводу проекта на 2021 год тоже пока все грустно, потому что денег нет, но я держусь как-то. Также каждый день мы получаем по 5 подарков, каждые, по-моему, там 10 или 15 минут от The Hundreds. Блин, я тот еще иностранец, поэтому сорян. Ладно, все, надо переходить уже к событию, опробовать эту тачку. Итак, начать серию. Вход до 12 дней и 9 часов. То есть в течение 12 дней мы можем еще начать это событие. Если вдруг вы еще не начали, можете подкопить заодно золотишко и начать в любое время вот в течение этих 12 дней. Ну, а я начну вечером в 17.38, если быть прям точным. Также буду еще на Android эту тачку забирать, потому что там у меня вообще гиперкаров не так много. И, кстати, по прохождению с нуля, скорее всего, видео выйдет уже в следующем году. Я просто физически сейчас не успеваю и готовлю, конечно же, топ лучших мобильных игр уходящего 2020 года. Хорошие игры были, их было достаточно много. Я первоначально думал, что 2018 год был таким достаточно насыщенным, потому что вышел 9-й асфальт тогда. Fortnite на мобилке завезли. PUBG Mobile. Короче, было много всего. Достаточно насыщенный год. Так что, если вы не смотрели топ мобильных игр 2018 года, я для вас где-нибудь в подсказочках оставлю. Ну, а мы давайте посмотрим, что тут нам базарит. Организаторы какие-то под вопросиком. Мы с интересом следили за тобой. Новая кровь в Black Ridge, однако, о тебе уже говорят. Да какая... Блин, новая кровь. С 2015 года я здесь уже гоняю. Ужас просто. Удалить пора игру. Не важно, кто мы такие, важно, что мы можем предложить. Давайте, давайте. В дьявольской гонке пилоты могут получить 1 миллион долларов призовых, а также шанс войти в элиту. В этой гонке можно будет получить новенький Хеннесси Веном F5. Давай, давай, давай. Участники со всего региона уже собираются, чтобы попытать счастье в борьбе за главный приз. Итак, ты в деле? Конечно, в деле. А что мы в первом дне там на Ниссане, что ли, гонять будем? Итак, смотрим на красотку. У нее есть какой-то эксклюзивный винил. Как я вижу. Ну, бомбически, конечно, выглядит. Спереди она мне напоминает лотус из 9-го асфальта. Не помню, какой он. То ли виджа, то ли еще там батишта. Что-то типа того, короче, очень похожим. Итак, заходим в первый день и посмотрим, какую гонку здесь стоит сливать. Первая у нас гонка это... Гонка на время. Погони через Блэк Ридж Стрип. Скорее всего, короткая. Ладно, не будем на это смотреть. Так. Все, подъехала. Удачи. Спасибо. Мы будем следить. Да следите, как хотите. Мне вообще плевать. Я заберу эту тачку любой ценой. Потрачу золото, если это надо будет. Конечно же, к сожалению, мы ему и вашему гайд по хранилище событий у нас переносится на следующий год. Снова физически не успевая. Тут еще и этот Киберпанк 2077 со своими багами, глюками, неоптимизацией и многим-многим другим. Ну, вообще не пожалел, что я ночку тогда посидел над первым видео, и оно выстрелило сто с лишним тысяч просмотров. Это круто. Я, честно говоря, не ожидал, что настолько выстрелит. Привет. Так и знала, что тебя встречу. Все это взбудоражит гоночные круги. У нас давно дьявольской гонки не было. Но не так, чтобы сильно взбудоражит, конечно. Волк наверняка будет за всем следить. Надо торопиться. Какой волк? Кого взбудоражит? Я, честно говоря, когда прочитал про круги, думал, что, блин, может быть, в этом событии у нас появятся гонки с несколькими кругами. Кругами. Так, далее у нас второе событие, или вторая гонка. Охотник. Здесь мы должны догнать нашу великолепную Ким. Опа, Белла какая-то появилась. Дамы и господа, гонщики и соперники, добро пожаловать в дьявольскую гонку. Квин. Пока участники занимают места на стартовой сетке, давайте обсудим некоторые детали. Во-первых, всегда есть риск появления копов. Однако, в свете последних событий, эта вероятность невелика. Будем надеяться. Ну, давайте, погнали. Выглядит, конечно, она сзади очень бомбически. Жирная жопа просто. Такая широкая задница. Очень крутая тачка. Я, к сожалению, по ней не прочитал вообще характеристики, что она из себя представляет в реальной жизни. Ну, может быть, это просто концепт. Сомневаюсь, что это электрокар какой-то. И вот эта вот большая задница ее, или большой задний багажник, скорее всего, говорит о том, что движочек там у нас находится, и он супер собакомощный. Или даже супер лошадь мощный. Наконец, сообщаем вам, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, очень помогает давить тапку в пол. Отступники, не убегай. Давай уже закругляйся. Все понятно. Блэк Ридж, ваше желание для нас закон. Начинаем. Ох, вот эти вот все диалоги... Тупые. Ну, скучно мне от этого повествования. Было бы классно наполнить эту игру геймплеем. А не вот этими диалогами. Чтобы, допустим, у нас появились какие-нибудь задания, где мы должны с моста на мост добавьте в игру экшена, блин, Firemonkeys. Ленивые задницы. Немножко подбомбило меня, но ладно. Продолжаем дальше гонять. Тут у нас гонка с другими чуваками. Удачи там, я на тебя поставил. Отлично, умница, внимание. Пусть победит сильнейший, или как-то так. Чего? Я не мастер мотивационных речей. Все, задолбали. Здесь мы можем, короче, набирать слепстрим за счет вот таких вот манипуляций. Чем я, скорее всего, и займусь. О, риск еще можно. Не, пацаны, вы едьте вперед, а я немножко по слепстриму еще один риск. Вообще замечательно. Езжайте, езжайте. Врубайте нитро. Молодцы, вот так хорошо. Блин, они вообще быстро очень догоняются. Так, 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 стопэ. Не-не-не-не, мне нельзя. Блин, тоже, короче, гонка короткая. Можно было и не сливать. Давайте еще одну гонку. Посмотрим. В крайнем случае буду последнюю сливать, потому что здесь я не особо-то много кредитов набрал. Давайте попробуем еще разочек. Они вообще на таких корытах едут. Так, опа, риск есть. Сейчас где-то здесь еще один риск будет. Опа, второй риск. О, молодец, чувак, давай-давай. Вырывайся вперед. Я тебя прям попозже догоню. Вот сейчас, наверное, врублю как-то нитрушечку свою. И перед финишем тебя уделаю. Отлично, замечательно. Что по поводу, кстати, лолки. Многие писали, типа, ну че, где лолка-то? Она, кстати, неплохо собирает по доходу именно. Я даже не ожидал. Просмотров не так много. А по статистике, вроде как, народ охотно смотрит мои ролики, несмотря на то, что я вообще не профи и не любитель моба-игр. Но она мне нравится. Я недавно там Дрейвена открыл. По-моему, его так зовут. И, скорее всего, по нему сделаю отдельное видео. Так, Рамирас говорит. Я прохожу вперед. Дьявольская гонка моя. Да блин, нога сейчас. Видите, в баню уже со своими диалогами. Прям читать неохота. Можно я, народ, не буду читать, потому что это бред. Ладно, хотя бы у нас там в основной кампании еще был какой-то сюжет. Какие-то диалоги можно было вникнуть. То здесь вообще настолько на отвали все это делается. Надеюсь, в следующем году электроники заставят Firemancus уже работать на полную катушку и что-то хотя бы интересное завозить в игру. Кстати, электроники приобрели тут Codemasters. Это студия, которая занималась гоночными тоже симуляторами. Блин, если память меня не подводит, то это Project Cars. И, кстати, планируется выход Project Cars Go. Однокнопочной херни. Извиняюсь за выражение, потому что я не знаю, как это еще назвать. Я так расстроился. Вот сначала Microsoft свою франшизу на мобилках загубили. Это я про Forza Street. Теперь Project Cars тоже загубят свой достаточно хороший бренд. Зачем я вот, кстати, выиграл-то, а? Ну ладно, сейчас все поставим и последнюю гонку надо будет однозначно сливать. Плюс зайти в магазин, что-нибудь там прикупить. На старте, короче, приобретаем обычные детали, то есть серые. Вот если зайдем в магазин, то упоротый стакан однозначно покупать. И, естественно, его прокачаем. Замечательно. Все. Еще золотишко даже забрали. Ну все, последняя гонка здесь. Смотрите, уровень погони есть. Есть противники и можно, короче, копов фигачить. Отлично. А говорили, что копы не появятся. А они тут как тут. Все, давай слип стримить. Машина полиции разбита должна быть. Вот, вот, давай. Ты что не разбиваешь что-то, а? А, потому что белые надо разбивать. Ну, сейчас мы белую разобьем. Короче, тоже гонка достаточно короткая. О, минус один. А этого черного, кстати, вообще фиг разобьешь, потому что у него то ли броня какая-то мощная, то ли что. Риски тоже можно сделать. Задержим. Задержим. Ну и замечательно. Сколько мы там набрали? Ну, где-то две тысячи кредитов на этой гонке можно сделать. В принципе, неплохо. Что ж, буду проходить как на айфоне, так и на андроиде, потому что эту тачку надо забрать. Это будет топчик в классе гиперкаров. Так что, если у вас маловато золота, рекомендую подкопить, посмотреть мой гайд, как забирать тачки из особых событий. И, конечно же, забрать этот Хеннесси Веном F5. А на этом все, народ. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.